Очень интересная тема, которой бы я хотел коснуться, это тапки в гостях. Приглашаем гостей, да, и, ну вот скажем, если мы в русской цивилизации приглашаем гостей, то это норма для человека снять свою обувь. Если мы с вами живем в Европе, да, или в каких-то других цивилизациях, то это может не быть никакой нормой. Ну скажем, если мы живем с вами в Японии, то опять это норма. Если мы с вами живем в Европе, то это не норма. То есть, скажем, предложить итальянцу снять обувь, это вот как предложить ему снять с себя одежду, включая нижнее белье. Примерно такой шок, да, можно испытать. Вот как вы знаете, вот я живу в Сервии, и нюансы с этим есть, потому что сервы не снимают обувь в доме и в гостях. Например, я не могу прийти в гости, не могу прийти к людям, ходить там по ковру и вообще находиться там в обуви, потому что мне в обуви просто душно. Я в обуви хожу по улице, где прохладно. Когда я прихожу в помещение, то мои ноги просят другой температуры. Я не могу в помещении, да, ходить в обуви, потому что она имеет толстую подошву, она имеет определенную жесткость. Любая уличная обувь имеет жесткость, да. Плюс я чувствую, что я ходил в ней по улице, и мне некомфортно находиться в обуви, которая соприкасалась с тем, что может находиться на асфальте улиц, с коврами. Лежит гостиный ковер, да, тебя пригласили за стол, ты в уличную обувь. Или, скажем, вот тебе нужно сходить в ванную комнату. Это же нормально, правильно? Ты заходишь в ванную комнату, ты в уличной обуви, так? А там лежит такой, ну, милый очень такой ковер для ванной. Я вот не могу в уличную обувь пройти по такому коврику для ванной, понимаете? Когда мне хозяйка, например, дома в прихожей говорит, не снимайте обувь, еще как-то можно пройти под ее уговорами в обуви. Но тогда ты, вот я тогда вынужден отказаться от посещения ванной и прочего. Просто не могу через себя переступить, понимаете? Не могу. И я тогда говорю так, ну, уж просите меня, вот, русский человек, да, ну, вот, в определенных традициях рос, вырос, я разуюсь. Не разувайтесь у нас нечисто. Ничего страшного, ничего страшного. Ничего страшного, что у вас нечисто. Зато у меня чистые носки, я, по-вашему, вот, пройду и буду себя чувствовать в комфорте. У меня ноги будут в нормальном теплообмене. И я не переступлю свои морально-нравственные и гигиенические другие принципы. Вот. А когда, вот, ко мне приходят в дом, то это большая проблема. Почему? Потому что после единократного посещения, вот, человека, от его дома в уличную обувь, придется вызывать чистку всего дома. Потому что я в этом доме уже потом не могу находиться. Почему? Потому что я вынужден... Ну, я вообще в доме хожу босиком, да. И если по моему дому кто-то хотя бы раз, там, в течение часа, двух или трех походил в уличную обувь, то для меня весь дом представляется нечистым. И поэтому возникли большие проблемы. То есть, вот, очень хорошие люди, очень наши знакомые, я вынужден был их перестать приглашать в гости, потому что я не знал, а, как мне потом после этого вычистить дом. А для них разводиться это невозможно. Невозможно. Сейчас мы коснемся, почему невозможно, это важно тоже. И я придумывал решение. То есть, я без решения в этом видео вас не оставлю. Оно для всех, мне кажется, будет цивилизацией точное. Могу сразу сказать, какое здесь решение. Предупреждайте. Когда я начал предупреждать людей, вот, приглашая, ну, перед приглашением в гости, что у нас в доме разуваются, и вы можете, вот, говорил я, или писал в сообщении, или писал в приглашении, взять обувь с собой, например. Если вы, ведь бывает же такое, да, что человек, например, не хочет просто одевать в гостях тапки, потому что эти тапки действительно такие какие-то заслуженные, он вообще не знает, стирают эти тапки или нет. Например, у себя человек стирать тапки может, там, иногда чуть ли не через день, понимаете. А он не знает, как с этим обстоит дело в гостях, понимаете, да, меня? И когда мы человеку пишем в приглашении, что вот у нас, да, гостям проставляются чистые тапки, но вы можете взять обувь с собой, ведь человек, понимаете, может взять с собой туфли, вот, разуться и ходить в прекрасных туфлях или босоножках тебя в гостях, потом их забрать, если он это хочет. Но он должен быть предупрежден, что в этом доме снимают обувь. Это важное предупреждение. Тогда человек, теперь вернемся к моменту о том, почему человек может не хотеть снимать обувь. Только потому, что, например, у человека носки не очень эстетичные. Например, старые, рваные или он их вообще просто не привык стирать. В обуви он ходит и там такие носки, как он может разуться эти носки, показать. Мой знакомый рассказал феноменальную историю, когда к японскому бизнесмену в Японии пригласили западных несколько бизнесменов. И они очень не хотели снимать обувь. Но там сказали, господа, вариантов нет, в Японии не ходят в обуви. И когда это люди высочайшего уровня достатка, когда они разулись, то заблуглухало так, что хоть святых выноси. Это реальная история, реальная история, в которой невозможно было даже потом проводить встречу. Так вот, если вы предупредили человека о том, что у вас в доме разуваются, то он вполне может подумать о том, какие ему одеть носки, что вообще их стоит поменять и так далее. Он будет предупрежден, понимаете? Он будет предупрежден. Второй момент, по которому люди не разуваются. Мне тоже это говорили люди, которые... У меня же есть раз знакомые, есть и пожилые люди. Они говорят, я просто не могу разуться, потому что мне, чтобы вообще снять обувь, нужно специальное кресло, сидение. Я вот сажусь, и там их... Мне нужно трудно очень расшнуровать, потом зашнуровать. Да, и оборудование, коридор, конечно, если вы приглашаете людей, если вот у вас в доме такие требования, да, слово требования, не пугайтесь, потому что это нормально, что ваш дом, это ваше правило. Вот. Ваш сайт даже, да, в приглашении, что есть скамеечка для обуви, и вы сможете... То есть в коридоре должен быть оборудование для людей, понимаете? Коридор, если мы приглашаем гостей, должен быть для них оборудован. Да. Например, скамеечка. Например, там не должно быть завала обуви хозяев, так? Например, там должен быть нормальный свет, потому что, понимаете, вот обклик, коридор, это иногда полутьма, в которой человек там должен как-то шарить руками, понимаете? Если нужно разуться, понимаете, если человеку нужно разуться, он должен за что-то рукой вообще держаться, он же будет балансировать в воздухе и развиваться, правильно? Должны быть условия, условия на хозяине дома. И вот если эти условия есть, если в коридоре светло, не влияет с лишних вещей, у человека есть куда сесть, есть куда положить свои вещи. И тоже, понимаете, момент какой? Человек ходит в коридор, у него обычно какая-то сумочка, может быть, пакет еще, ему нужно тоже куда-то их поставить, иначе он не может снять обувь. Вот эти все нюансы, они, конечно, на хозяина дома или на хозяйке. Да, этих нюансов, может быть, много, но они не такие сложные, чтобы их не предусмотреть. Они не такие сложные. Эти нюансы как раз и покажут вам. Помните, это знаменитый театр начинается с чего? Не с афиши, не с солиста, а с вешалки. Это не просто так придумано, не просто так сказано, не просто так вошло вот в язык. Театр начинается с вешалки, с гардероба. Помните, когда мы ходим с вами в приличный театр, то в гардеробе работают очень приличные такие пожилые женщины, вот прям общение с ними уже доставляет ощущение, что ты в театре, в культурном месте. Также здесь дом начинается с прихожей. И насколько людям будет комфортно ваши прихожие, настолько они смогут соответствовать правилам вашего дома, и тогда чистота, гигиена, эстетика и другие качества нашего дома не будут нарушены. И когда я стал людей предупреждать, люди перестали шокироваться нашими правилами, и человек сам выбирает приходить ему в гости. Человек может выбрать не приходить к тебе в гости только потому, что у тебя правило дома – это в уличной обуви по дому не ходить. Человек может принять решение не заходить к тебе в дом. Это его право. Это его право. Если для него переобуться сложнее, и это для него важнее не перебываться, чем общаться с тобой, то это его право. Он может не общаться с тобой в твоем доме, может общаться с тобой в кафе, в бизнес-центре, на улице, на площади, где угодно, в парке. Понимаете? В парке мы равноправны, а в доме есть правила. Если это видео вам понравилось, ставьте на него лайк, и напишите свое отношение вот ко всем этим вопросам. Почему? Потому что вы можете, имеете право и думать, и поступать по-другому, чем говорю я. Понимаете? Не обязательно соглашаться с автором. Не обязательно. Это видео – приглашение к разговору. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok